здравствуйте друзья сегодня мы будем с вами рыбачить в англии парк бинес парадис такой приятный водоемчик и вокруг деревья зелень все ухожено дорожки выложены так что все располагать к рыбалке посмотрим лета конечно тепло не самое лучшее время для форели попытаемся что-нибудь поймать я начну ловить на спиннинг замыс аврора 622 длина метр восемьдесят восемь и тест от 0 3 до 5 грамм состыковал с дайва ловиас здесь у меня 0 2 по я по моему стоит шнур сунглайновских 16 флюрик и начну ловить на пол в исполнении геннадия кузьменко 0 3 расцветочка конечно по такой теплоте водичка мутного тенькая ну что делать практически во всех форелевых тайках почти во всех пока включал камеру не не буду больше была поклевка потом сход час у меня был перестал подматывать и рыба сошла нам блесенька уже отличилась какая-то досада второй сход и вот перестаю подматывать катушку и в это время сходу надо заснять нифига ушла опять 2 раза два схода плохое начало испытывать судьбу не включал камеру пока уважаю вот она первая рыба сразу в подсаке поклевки идут в основном ввиду когда вдоль свала меня просто стайками ходит вдоль берега где свал начинается параллельно берегу ну да и тут поклевочки один сад льет очень осторожно зацепляется ненадежно если прекращаешь подмотку то сожалению сходит ну и ловлю идет поклевки в верхних слоях как я предполагал хорошо отключил ведь аэраторы кислороду побольше было конечно здесь вода поступает в этот водоем из канала сами понимаете пусть такой жиры где стояла под 40 вода не самая чистая и не самая холодная поэтому работа аэраторов обогащает воду кислородом ну и соответственно улучшает самочувствие рыбы что должно получать плев по крайней мере в теории ну в любом случае рыбачу там какие-то полчаса два схода 1 поклевка одну поймал как бы ну уже более-менее а у других рыболов нет поклевок но в основном ловят на пасту на стояка возможно просто не нашли еще горизонт в котором стоит рыба зарубления еще не было это только как бы долавливаем ту рыбу которая осталась суббота воскресенье из-за жары здесь две недели на этом водоеме вообще не зарубляли парелью и вот только в прошлую пятницу был первый запуск пятница суббота воскресенье люди рыбачили рыбы не так много как бы запущено всего три дня ловли но что-то осталось понедельник выходной было сегодня приехал во вторник пытаюсь ловить рыбу везут сейчас будем надеяться что это активизирует вот она красавица камеру то включил до направлено вниз друзья и поэтому наверно не видели уваживаю ну хотя бы процесс поимки зафиксирован поставил я тот же пал от гена кузьменко только в размере 16 был два с половиной тоже но третье расцветочки вот она рыба было несколько пустых поклевок и сейчас порелька идет пока блютинка тоже не меняю пал только 16 от гена кузьменко вот еще одна красавица попалась недалеко от берега опять рискую рыбу упустить на камеру ключ взяла нападение пока блютинку не меняю тот же пал 1 из 6 поставил я ханзаки от саламандры на первом забросе форель оторвал причем клюнула одна вроде повела подсек смотрю вырвал у нее изо рта поскакивая вторая тут же схватила на вид форель не крупная не заживала вообще прикольно у самого берега в этом камеру не успел включить покидал силикон тычки есть не берет облесну поставил сейчас поставил маленький воблерок и форельку соблазнил вот он красавчик который отличился в оригинале он шел стройником я поставил динарник безбородия в хозяйственном магазине купил по 5 евро стоит ну сейчас есть смысл включить камеру видите я поставил линк от саламандра был несколько выходов и вот форелька скушала груза с 0,2 грамма бусинка стоит я сейчас хочу попробовать такого натурального цвета как пелест два отделения саламандры попробуем может быть будет активнее рыба клевать у меня сход сейчас на личиночку натурального цвета поторопился вырвался как подцепил тут же раз и сошла но сам факт что интересуется главное попасть и поднос и поиграть медленно вращаю катушку бью пальчиком по бланку и кончик спиннинга дрожит а вместе с ним и какие-то там движения исполняет силиконовая приманка саламандра тоже сработала аврору я отдал райнеру самотовичу отдал генуна ген он пал этот 1 из 6 уже 4 форели вытащил показал ему немножко подправил проводочку немножко неправильно делал во первых чуть ниже проводил получается под рыбой во вторых слишком много твичи у меня практически с время шли твичи из-за этого получалось у него что рыба не отвлекалась на его проводку а сейчас тут четыре штуки поймал и заодно попробовал что такое ловить на нормальную снасть легкая катушка легкий спиннинг бунт визиталась сейчас поймал форель она плавала с красным поплавком видите поплавочек у нее то есть она была зацеплена и все равно клюнула вот вытащил форели поплавок сейчас светонакопительную блесну и вот сразу результат на эту же блесну поймал я еще одну форель и забыл рассказать вам про проводку то есть забрасываем крутим сразу потому что форель стоит поверху вот такое видите очень медленное вращение и кончиком спиннинга там 5-6 оборотов катушкой потом один такой спиннинг раз сбросили и назад дальше вы блесна играла 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 потом раз вы немножко как бы сдали получается у вас рыба идет идет за блесной не решается атаковать а вы ее раз и как бы когда сброс идет и блесна ей навстречу она не выдерживает их хватает то есть вот я сейчас последних несколько рыб поймал именно на эту проводку по уту когда рыба немножко по активнее была накрывала просто даже на равномерную но сейчас приходится изгаляться время обедена рыбка выпендривается много пустых сходов много пустых поклевок сходы есть из-за того что просто аккуратно тыкает зацепляется где-то с краешку губы и сразу вход после поклевки но самое главное что клюет учитывая что июль месяц только закончились жаркие дни а жара была под сороковку и форелька в этом водоеме довольно таки активная ну и хозяин периодически включает аэраторы чтоб шел кислород открыл чтобы вода поступала вот тут слева из-за камыша может не видно здесь впадает вода он качает воду из канала то есть постоянно поступает свежая вода и это активизирует клёв если конечно бы ничего этого он не делал то вполне возможно что с утра бы чуть-чуть поклевала и все и потом надо сказать что ловят все не так конечно активно как вот в нашем углу но и те кто на донке ловят и по всему водоему то есть либо рыбакам фрусирует по всему водоему и везде видны поимки конечно кто-то поймал 2 кто-то 3 поймали все нет таких что кто-то был с нулем напротив меня парни скалуют тоже на блесны довольно удачно должен на минимум раз десяток поймал так что очень радует водоем вот только почистили совершенно другое дело стало вы еще надо сказать когда работают фонтаны рыба опускается немного ниже то есть поклевки где-то 30 40 до 50 сантиметров внизу поверхности поклевок нет иногда бы этот заборщик только начинает падать и она уже рыба атакует когда же все выключается вода становится тихой пары ходят по самому верху поэтому и приманку нужно вести практически там буквально сантиметр загубить почти по поверхности если все эти правила соблюдать плюс как показал сегодня сегодня почаще менять приманки то есть ставишь новую блесну или хотя бы новый цвет как правило либо поклевка либо ловишь одну там две рыбы и потом она перестает рыба байка бы привыкает к этой приманке нужно менять вот я сейчас уже не знаю заброса на 15-20 сделал после 2 поимки вот это близко я все даже . больше нет то есть все рыбе эта приманка приелась сейчас поставим другую как минимум другой цвет он говорил поменял свет блесны и тут же поимка решил поставить аханзаки опять посадок у фиолетовый черно сейчас была поклёвка захлестнула на не потекла свое так повела все думал что такое подсек нету оказывается за получился крючок зацеплен за сам дремлю еще раз попробуем продолжаем менять приманки и вот практически на каждую блесну ставишь хотя бы 1-2 поклевки нет реализации поставил фиолетовый одну из любимых своих руник геночка мне покрасил и вот она форелька есть я день пролетел незаметно открыто здесь 7 до 6 уже 6 часов подошлись когда же не заметил десятка два даже побольше поймал форелик так что рыбалка удалась мне понравилось надеюсь вам тоже всего хорошего до новых встреч пока друзья и и Продолжение следует...